Здравствуйте, ребята! Ответьте на вопрос одним словом. Как называется то, что нас окружает и не создано руками человека? Это природа. Какие объекты относятся к живой природе? Человек, животные, растения. Распределите этих животных на две группы. Назовите эти группы животных, поставьте на паузу. У нас получилась группа домашних животных. Кот, курица и лошадь. Волка, лису и бурого медведя отнесли к диким животным. Сегодня вам предстоит узнать, чем же дикие животные отличаются от домашних, как изменяется жизнь диких животных осенью. Рассмотрите картинку. Каких животных вы видите? Кто спрятался за забором? Поставьте на паузу. На картинке изображены петух, курица, кот, воробьи, синичка, лягушка, паук. За забором спряталась коза. Об этом нам подсказали рожки, копытца и хвост. Хвост и лапы помогли узнать собаку. А лапки – гуся. Что общего у всех животных? Животные – части живой природы. Как и все живое, они дышат, питаются, растут, оставляют потомство. Найдите картинки живых организмов с общими признаками. Поставьте на паузу. Животные рождаются, питаются, оставляют потомство. Рассмотрите картинку еще раз и назовите изображение домашних животных. Поставьте на паузу. На картинке изображены домашние животные. Собака, коза, гусь, кот, петух, курица. Почему этих животных называют домашними? Эти животные живут рядом с человеком. Он заботится об их пище, жилище, потомстве. Назовите изображение диких животных. Воробей, синица, лягушка, паук – дикие животные. Чем дикие животные отличаются от домашних? Дикие животные сами добывают пищу, устраивают свое жилище, сами заботятся о своем потомстве. Назовите среди данных животных лишнее. Лишнее – лошадь. Это домашнее животное. Остальные животные – дикие. С наступлением холодов происходят изменения в жизни диких животных. Рассмотрите картинку и подумайте, как они готовятся к зиме. Поставьте на паузу. С наступлением холодов корма для диких животных становится меньше. Поэтому одни животные делают запасы пищи, другие прячутся в укромных местах и впадают в спячку. Жуки, бабочки, мухи, комары забираются в щелочки, под кору деревьев, под опавшую листву, под камни. Муравьи закупорили все ворота своего высокого города, забрались в самую середину его, жмутся там в куче потеснее и застывают так. Змеи, ящерицы прячутся под корнями, зарываются в теплый мох. Рыбы громоздятся в глубоких подводных ямах. Летучие мыши прячутся в пещерах, в дуплах, на чердаках. Повисают там вниз головой, прицепившись до что-нибудь когатками задних лапок. Засыпают. Ёж прячется в свое травяное гнездо под корнями. Барсук реже выходит из норы, а скоро уснет на зиму. Некоторые птицы, такие как ласточки, стрижи, журавли, аисты, скворцы, улетают в теплые края. Как назвать одним словом птиц, которые улетают в далекие страны? Это перелетные птицы. Почему они улетают осенью в теплые страны? Они улетают, потому что здесь им не хватает корма. В теплых странах они могут найти себе корм, а вот мороз птицам не так уж страшен. Некоторые птицы делают запасы корма на зиму. Пополдень запасают в расщелины, под кору на стволах деревьев, желуди, плоды липы, клёна, ясеня. В дуплу носят плоды шиповника, лесного ореха. Сойка запасает до 4 килограммов спелых желудей и орехов в дуплах, под корой деревьев и под их корнями. Медведи, барсуки, летучие мыши, ежи за осенние месяцы хорошенько наедаются, становятся толстыми и жирными. Жир – это запас пищи и спасение от холода во время зимней спячки. Осенью у зверей происходит линька. Они меняют летнюю редкую шерсть на густую и пушистую. У некоторых зверей изменяется ее окраска. В пушистую ярко-рыжую шубку наряжается лиса. Белка стала серой. Заяц-беляк постепенно становится белым, как снег. Только кончики ушей и мордочки остаются черными. Как вы думаете, с чем связаны изменения в жизни диких животных осенью? Осенние изменения в жизни диких животных связаны с изменениями в неживой природе. Осенью земля получает меньше света и тепла, становится холоднее, корма для животных становится меньше. Предлагаю вам теперь вспомнить все о животных и поиграть в игру светофор. Я буду говорить утверждение. Если вы согласны, мысленно закрашивайте круг зеленым цветом. Если не согласны, мысленно закрашивайте круг красным цветом. Начинаем. Собака, корова, заяц, утка – это домашнее животное. За дикими животными ухаживает человек. Сойка, поползень, белка – осенью запасают корм на зиму. Ласточки, стрижи, аисты, скворцы улетают в теплые края. Осенью у зверей происходит линька. Надеюсь, что у вас все получилось. Изучайте секреты природы, наслаждайтесь, получайте уроки жизни.